История Руси Картина художественной жизни Руси после сильного спада во второй половине 13-го столетия начинает постепенно восстанавливаться уже к началу 14-го века. Крупнейшую роль в развитии новгородского искусства 14-го столетия сыграло творчество Феофана Грека, замечательного художника в 70-е годы 14-го столетия, переехавшего в Новгород из Византии. Итак, Феофан Грек. Достоверной работой Феофана в Новгороде является роспись церкви Спаса Преображения на Элине улице, выполненная в 1378 году. Лица святых написаны «размашество», «свободно». Белые блики легко и уверенно брошены поверх темного красно-коричневого тона. Складки одежды ломаются резкими углами. Таков, например, Макарий Египетский, древний старец с длинными белыми волосами и бородой, тонким носом и палыми щеками. Высокоподнятые брови сведены к переносице. Рядом с образами старца выступают молодые, святые, суровые и энергичные. Влияние Феофана сказалось на фресках новгородской церкви Федора Стратилата на ручью, расписанной в конце 70-х годов 14-го столетия. Созвучен искусству Феофана и цикл росписей церкви Успения на Волотовом поле близ Новгорода. В конце 14-го, первой половины 15-го столетий Новгород испытывает заметное воздействие московской живописи. В этом плане показательна четырехчастная икона с воскресением Лазаря, Троицей, Сретением, Иоанном, Богословом и Прохором. Впечатление спокойного созерцания, изобилие плавных дугообразных силуэтов, обобщенность изображения сближают икону с произведениями Рублевской эпохи. Псковские монументальные росписи 14-15 столетий в чем-то сходны с новгородскими. Самый ранний ансамбль – роспись Собора Рождества Богородицы Снитогорского монастыря, созданная в 1313 году. Евангелиевские сцены этой росписи распределены свободно и несколько беспорядочно. Несмотря на архадеичность стиля, появляются и новые оттенки, энергия, смелость манеры, резкие сильные блики. Отсюда берет начало неповторимый стихийный реализм изображений. Искусство Твери, как показывают немногие сохранившиеся памятники живописи, прикладного искусства и пластики, были своеобразным и крупным художественным явлением. Древнейшая тверская икона Борис и Глеб из Савва-Вишерского монастыря первой четверти 14-го столетия. Эта икона как раз Борис и Глеб. В мощных фигурах Бориса и Глеба чувствуются неизжитые традиции 13-го столетия. Героические образы иконы созвучны эпохе открытого противостояния Твери ордынским захватчикам. И Новгород Великий, и Псков, и даже Тверь, от которой остались лишь осколки древней прекрасной культуры, внесли существенный вклад в древнерусское искусство. Однако роль основного художественного центра уже с 14-го столетия устойчиво занимает Москва. Спасибо за внимание. Мы рассмотрели тему живопись Новгорода и Твери. На следующем занятии в видеоуроке 86 мы с вами изучим тему Московская живопись. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова